добрый день друзья 13 часов все по плану как видно как слышно приветствую всех друзья так вы видите я еще на заднем плане эти все не убираю новогодние потому что все таки в россии празднуют новый год 24 по 14 число так что у нас еще как бы такой предпраздничный сегодня старый новый год старый новый год то есть иностранцам вообще трудно объяснить что такое старый новый год и что это праздновать это наверное понятно только нашим русскоязычным или тем кто выходом родом из советского союза что такое новый год что такое старый год что такое рождество католическое что такое рождество православное Поэтому, друзья, исходя из нашей традиции, поздравляю всех с наступающим новым старым годом. Старым новым годом. Соответственно, друзья, конечно, праздничные все настроения прошли. Сейчас мы уже не будем там так радужно и так поддерживать настроение. У нас начинается рабочая такая встреча. Видите, у меня тут даже картинку, это мне тут дети нарисовали. Новый год называется Skyway. Встречает Новый год. Дети знают, что папе нравится, поэтому рисуют уже Skyway. Рисуют, так сказать, это. Вообще, это у нас такая семейная традиция. Поэтому, друзья, что нас ждет, уже говорили в 2016 году, мы обсуждали, много говорили. И, к сожалению или не к сожалению, к этому, друзья, можно относиться как угодно. Все идет по тому сценарию, который мы с вами обсуждали два года назад, полтора года назад, год назад, полгода назад, три месяца назад. Все идет так, как были четко сформированы тренды. Поэтому ничему сейчас удивляться не надо. Все идет абсолютно по тем законам и по тем сформированным трендам, которые есть. Но я могу сказать, друзья, время ожидает нас очень непростое. Мы тоже об этом много говорили. И к экономике, которая сегодня там целиком, вся Россия просыпается сегодня, молится на цену на нефть. Мы тоже об этом еще немножко чуть попозже поговорим. Потому что хотел бы я сейчас несколько о других вещах сказать и с вами проанализировать, посмотреть определенные вещи, которые очень важны для нас. Так, давайте, как всегда, голосование, чтобы мы знали, кто пришел первый раз, кто, соответственно, участвовал в нашем предыдущем работе. Ну и для статистики, чтобы мы четко понимали. Так вот, друзья, те два ролика, которые сегодня прошли в связке, мы их поставили в начале. Чтобы вы понимали, друзья, они имеют очень глубокое, очень серьезное значение. Прошу к этому отнестись тоже с точки зрения такого понимания и анализа очень важно. Вначале мы показали отчет компании за прошлый год. Это доработанная версия отчета, которая была в прошлом году, в конце. Вот сейчас они очень здорово, хороший сделали репортаж. Но, друзья, вы видели, что 21 января получили, начали работать по земле. Сейчас идет установка промежуточных опор, идет заливка уже второго уровня анкерной опоры. Идет изготовление подвижного состава, продукта в аэродинамических трубах, идет моделирование и так далее. То есть, все это, друзья, на ваших глазах. За этот год мы многократно это показывали. И самое главное, чтобы, друзья, вы видели уровень. То есть, съемки, то есть, тоже аэрофотосъемка, летающие камеры. Все в очень хорошем качестве, в хорошей динамике. А следом мы вам поставили ролик, так называемой, конкуренцией это назвать нельзя, это гиперлуп. Это миллиардер, он Макс, который сегодня известен очень многими проектами, в частности, и проектом Тесла автомобиля, и проектом вывода уже туристов в космос. И проектом построения сегодня PowerWool, это энергетическая стена, то есть, автономные установки, которые обеспечат абсолютную независимость жилища, индивидуального жилища, от электричества и тепла. И на следующий год Маск запускает производство на 100 миллионов комплектов, которые позволят делать жилье независимой, с накопителями от солнечных батарей. И, соответственно, это очень серьезное направление, потому что Маск, как очень влиятельный и очень интересный человек в мире, он прогнозирует и делает и показывает технологию, который через 10-15 лет, а вообще он ставит в течение 8-10 лет, все индивидуальные жилища в мире становятся независимы от внешних энергетических ресурсов. И тот завод, который он запускает на 100 миллионов комплектов, это сегодня сопоставимо с выпуском 100 миллионов автомобилей в год. И поэтому, так как в мире сегодня где-то около 2 миллиардов автомобилей, то вот примерно срок 5-10, ну точнее 10-15 лет с учетом увеличения выпуска, когда у нас есть с вами возможности перейти на индивидуальную энергетику. И это очень такая амбициозная программа, посмотрите презентации в интернете, посмотрите отклики о нее. Это идет очень серьезное такое направление и уровень, то есть чтобы вы понимали, презентации, которую вы видели сейчас после отчета компании, это уровень компании мирового класса, это уровень миллиардера, который продвигает свою технологию. Это технология гиперрук. Вы видели анимации, которые они сделали, вы видели работу в поле, которую они начали с этими трубами, которые разложены, которые они хотят закопать восьмеркой для того, чтобы сделать в них вакуум и, соответственно, получить технологию скоростной опережи. Цель и задачи, которые... Тут Иван, я сейчас объясню, друзья, так сказать. И как раз, Иван, вот я показываю, то, что вы сейчас видите на картинке, объяснение все уже есть. Ответ на все вопросы стоит вот на этих двух слайдах, которые сегодня... Так вот, чтобы вы сравнили и четко увидели, что уровень, который сегодня предоставляет Skyway, уровень, который мы сегодня вам демонстрируем, показываем, обсуждаем, это уже уровень мировой компании и уровень реально людей, которые представляют компанию и технологию на самом высоком уровне. Это для сравнения. С точки зрения технологий, я могу сказать, что тут много было обсуждений в чатах, и мне пишут, технология гиперрук – это не конкуренция с технологией Skyway. Это не то, что прошлый век. Это тупиковое направление, которое Маск, как такой футуролог, взял развивать, но он не знает о технологии Skyway, и со временем, я думаю, что в ближайшие 2-3 года, убедившись в сложности технологии, которую они запускают, они все равно перейдут в Skyway. У Skyway нет конкуренции по одной причине. Это техническое решение, которое нельзя ничем заменить. Я это привожу всегда как аргумент в том плане, что вся мобильная связь, весь интернет, весь пятый технологический уклад, который идет на кремниевых технологиях, он не мог возникнуть без кремниевых интегральных микросхем. Этого, друзья, просто невозможно. Весь научный мир уже 30-40 лет пытается создать альтернативу кремнию, и пока природному механизму модулирования электромагнитной волны при ударе электрическим током, это называется, пьезоэффект, ничем заменить не ваше. Кремниевая микросхема, дальше интегральные циклы, которые возникают, интегральные микросхемы, которые идут уже напылением, созданием десяток, сотен, а сейчас уже миллионов транзисторов на одном квадратном миллиметре. И, соответственно, это те технологии, которыми мы сегодня с вами пользуемся, и это то, что дает и быстродействие компьютеров, и, соответственно, передачу уникальных электромагнитных вол, и то, что мы сегодня в бытовом плане пользуемся интернетом. Весь вопрос, а есть ли этому альтернатива? Нет, друзья, природа не оставила нам альтернативы, и поэтому только кремниевые технологии позволили создать интернет, и пятый технологический уклад, и, соответственно, всю капитализацию, которая есть. Теперь мы переходим в транспорт, это более консервативный, и более сегодня капитализируемая, и более емкая ниша, которая сегодня идет следом за информацией. И весь вопрос, то, что сегодня инженер Юницкий предложил, струнные коммуникации, струнные системы, струнные дороги, весь вопрос, а есть ли этому альтернатива? И ответов пытаются найти очень много. Маск строит гиперлуп, то есть это перемещение в трубах с вакуумом, то есть с низким разрежением, чтобы сделать технологию. SkyTrant, это в Израиле пытались запустить технологию, которую разрабатывала НАСА, это магнитная левитация для индивидуальных капсул, еще магнитная левитация, которую почти 60 лет разрабатывал Siemens TransRapid, и в конце концов закрыла эту программу как несостоявшуюся. Соответственно, сегодня вся технологическая мысль, и инженер Юницкий это четко показал и рассказал, и сегодня делает доказательную базу, что никакой альтернативы сегодня струнным технологиям нет. И сегодня весь вопрос, а страшно ли нам, что сегодня Маск тратит миллионы, сотни миллионов долларов для того, чтобы создавать технологии? Нет, друзья. Для нас это наоборот даже четкая, доказательная и инженерная конкуренция, инженерное сопоставление, которое показывает преимущество технологий. Потому что, друзья, рынок, сколько бы туда не вкладывали денег, это как в TransRapid, туда вложены миллиарды, там около 6 миллиардов евро, и я уже говорил 60 лет, ну почти там 45-50 лет разработок, которые там еще и закончились большой трагедией при испытаниях, вот, соответственно, погибло больше 20 человек. Так вот, друзья, это все показывает, что это тупиковые направления. И поэтому, пока американцы, англичане, израильтяне и так далее занимаются сейчас разработкой своих технологий, нам это, друзья, абсолютно не то, что даже спокойно, это научная конкуренция, это научное сравнение. И поэтому победит только тот, кто даст самое качественное, самое дешевое, самое экологическое, самое безопасное транспортное средство, транспортную систему, которая будет отвечать всем потребностям. И это, друзья, я могу сказать, человек, который занимающийся уже 20 лет проэкономическим прогнозом, а макроэкономический прогноз – это все, что связано с использованием технологий, потому что нельзя было прогнозировать развитие интернета или систем, не понимая, что это такое. Также нельзя было прогнозировать развитие шестого уклада, не понимая, что такое транснет, что такое новые коммуникационные системы, что такое новое промышленности, новое производство, новое освоение территорий. Так вот, друзья, это все идет на технологии инженерной школы, которую создал Анатолий Иванович Юницкий, и я могу сказать, что альтернативы этому нет. Попыток, пускай делают это, друзья, очень хорошо, нам это все очень на руку, победит только тот, кто даст наиболее выигрышную научную концепцию. И здесь, друзья, я могу вам сказать, вы, естественно, не специалисты, вы многие, кто просто изучаете, смотрите, а мы довольно-таки глубоко и давно этим занимаемся, и здесь кто-то может верить на слово, кто-то может технологически изучать. Юницкий на вебинарах и на встречах показывал с точки зрения расчетов и именно физических процессов, что КПД Трансрапида, это магнитная левитация, поезд, который находится на магнитной подушке, у него меньше 11%, то есть меньше, чем у паровоза, который был 150 лет назад создан Стефенсоном. Поэтому это сегодня при всей кажущейся новизне технологической совершенстве, это абсолютно неэффективное, неэкономически обоснованное средство, поэтому оно сегодня не строится. Построена только одна трасса в Китае, между Шанхайом, аэропортом и центром города, и больше этой трассы нигде в мире нет, и никому в голову больше не приходит ее строить, потому что это безумно дорого и это безумно сложно. Соответственно, сегодня скоростное движение пытается уйти в сторону железных дорог, скоростных железных дорог, оно тоже сегодня достигает пределов, и я могу привести такую цифру, что китайцы сегодня строят железную дорогу между Пекином и Шанхаем, там есть одна ветка 350 км в час, которая дает скорость, они сегодня делают вторую ветку 380, то есть они увеличивают всего на 30 км в час скорость, так вот затраты на программу, которая обеспечивает это строительство, и развивает это строительство 100 миллиардов долларов. То есть представляете, насколько дорого обходится увеличение. Сегодня альтернатива таким скоростям это только самолет, но самолет это птеродактиль цивилизации, потому что сжигая керосин в стратосфере, выкидывая продукты сгорания к нам на голову миллионными тонн, это настолько убивает сегодня нашу с вами жизнь и планету, что если бы мы это понимали, то лучше бы ездили на лошадях. Но, друзья, так как альтернатива и в нашей жизни самая дорогая – это скорость, и мы платим только за скорость, мы меримся с автомобилем, который убивает миллионы людей в год, мы меримся сегодня с самолетом, который убивает нашу. Мы много с чем сегодня приходимся смиряться как плодами цивилизации, потому что нет альтернативы. Но, друзья, альтернативы также приходят с развитием цивилизации. Причем очень интересная аналогия. Я вчера готовился к вебинарам, прочитал очень интересное такое сравнение, что до 1790 года, то есть до начала 18 века, у нас все передвижение было за счет альтернативных восстанавливаемых источников энергии. То есть мы ездили на лошадях, соответственно, это применение альтернативных возобновляемых источников энергии, и плавали по морям с помощью силы ветра. Это тоже, но при этом перемещались миллионы тонн груза, пассажиры и так далее, и на этом жила вся цивилизация. Соответственно, с возникновением парохода и паровоза, мы перешли с использованием уже сначала угля, а потом уже двигателя внутреннего сгорания нефти для перемещения. И с этого момента человечество ушло в невозобновляемые источники энергии, все, что связано с углеводородным сырьем. И сегодня, это я очень вас так интересно подвел к теме падения цен на нефть. Сегодня все наши горе-политики и горе-экономисты считают, что всю жизнь в России закончилась, цивилизация закончилась, все цены на нефть упадут, и в ближайшие 3-5 лет это абсолютно естественный экономический цикл, это все расписано теорией еще 150 лет назад, как это развивается и делается. И наш соотечественник, гениальный экономист Николай Кондратьев все это описывал еще в начале 20 века, теорию длинных экономических волн, как входят технологии, как они развиваются. И то, что последние 100 лет была эра связки доллара с нефтью, то есть двигатели внутреннего сгорания, так называемая углеводородная экономика, которая была еще обставлена и сопряжена с доминированием доллара, что сегодня происходит. Это, друзья, реальности того времени, которые были. И сказать, что это никогда не будет меняться, нельзя. И как раз Маск в этом плане для нас, ну я считаю, очень серьезный попутчик, очень серьезный партнер, очень серьезный единомышленник, который показывает, что концепцию, которую он развивает, это абсолютная автономия альтернативной энергетики, чем то, что сегодня есть, это энергетические сети, это зависимость от энергетических компаний, от добычи углеводородного сырья. И он показывает о том, что эти технологии сегодня есть, готовы и работают, и сегодня технологически это все решается. И это очень серьезный класс в экономике, который мы, соответственно, с ним солидарны. Но то, что мы делаем, друзья, то есть и тот ролик, который я специально вам показал сравнить, и то, что мы сегодня делаем с точки зрения транспорта, мы выводим всю сферу перемещения абсолютно в новый уровень. И точно так же, как Маск заявил о том, что через 20 лет все жилье будет автономной энергетики, и для этого не будет абсолютно никакой необходимости в нефти и газе для сжигания, получения электроэнергии, либо угля, либо еще каких-то углеводородных систем, что все будет использовать только возобновляемую энергетику, только экологически чистую. И точно такое же утверждение, друзья, мы делаем в сфере транспорта, что через... через... в течение 10-15 лет с вводом системы Транснет, с появлением наших юнибайков, юнилётов, юнибусов, юникаров, то есть целой плеяды и целых направлений движущихся, это будет все осуществляться на возобновляемых источниках энергии. И точно так же мы можем сейчас говорить... Алексей, можно вот слайд вернуть, вот тот, который был, который с вот этими гениальными опорами. Так, так, так... Вот, вот смотрите, друзья, этот слайд, который был показан в Минске ещё на конференции в октябре месяце. То есть вы видите, что каждая опора является с солнечными батареями, с накопителями, и те аккумуляторы, на которых движется подвижной состав, он заряжается от этих... с тем... И дальше, ещё 15 лет назад мне Юницкий рассказывал о системе ветряных генераторов, которые можно ставить на каждой опоре. И по сути дела он показывал, что каждые тысячи километров это может быть электростанция в гигаватт электроэнергии. То есть таким образом можно не только перевозить грузы, но и вырабатывать электроэнергию. Поэтому то, что мы сегодня делаем и говорим, что это экогенная технология, экогенная система, она как раз показывает и утверждает то, на что мы тратим сегодня миллиарды тонн нефтепродуктов. То есть мы добываем из земли, меняя экологию земли. Мы сжигаем в двигателях внутреннего сгорания, выкидывая миллиарды тонн СО, свинца, серы. Потом этим дышим всё это приходит в пищу, которую мы едим, отравляем и свою среду обитания и говорим, что альтернативы этому нет. Так вот, друзья, сегодня пришло время сказать. Раньше слово энергосбережение, слово энергозамещение в России, да и в всех странах было матерным. Потому что 10 лет назад, когда мы говорили, что мы должны для перемещения уйти от потребления нефти в России, ещё 5 лет, друзья, ещё год назад, та экономика и та система, которая построена у нас, и всё зависит от нефти, говорить о том, что мы хотим снизить её потребление, а вообще убрать с точки зрения ресурса, как сжигания, как энергетического сырья, нас рассматривали бы, друзья, наверное, как врагов России, врагов экономики. Вот, очень интересную фразу здесь могу сказать, она звучит несколько аполитично, но, друзья, очень своевременно. Это в интернете, буквально мне недавно прислали, прошу отнестись к этому философски, а не к политическому заявлению. Говорят, что в России сегодня всё население делится на две категории. Первое, это экстремалы, и второе, это экстремисты. Экстремалы, это те, кто живут и говорят, что им нравится, как они сегодня живут, то есть с ухудшающейся системой. Вот, поэтому это экстремалы, потому что они всегда ходят, улыбаются, прыгают с парашютом, прыгают со скал и говорят, что это здорово. Так вот, а кому не нравится система, которая происходит, их называют экстремистами. Это, друзья, очень вульгарное сравнение, но нельзя таким образом подходить к построению и к отношению к сегодняшней экономике. Нельзя. Если мы говорим, что углеводородная экономика, зависимость от газовой иглы, это зло для государства, это зло для нашего времени, надо делать альтернативу. Так, друзья, надо делать, не бла-бла-бла, как наш премьер-министр Медведев, Аркаша Дворкович и вся эта братья, которая сегодня рулит, или непонятно, чем они там занимаются. Вот, я посмотрел интервью Медведева перед Новым годом, Дворковича, который есть. У них все хорошо, они улыбаются и рассказывают. Нет, друзья, оказывается, в России никаких проблем. Нефть, правда, уже подходит к 20, уже замаячила вчера цифра 20, потому что на торгах уже фьючерсы пошли ниже 30 долларов. Это значит, к середине года реально замаячит цифра 20, а эксперты уже заговорили о цене в 10 долларов. То есть, с этого момента той логикой, которой мы сегодня жили, страну надо закрывать, вешать замок на Минфин, на это самое. Вчера министр финансов объявил о том, что готовится секвестр бюджета на 10 процентов и что это только первые шаги. То есть, они говорят, ребята, пенсии, зарплаты, социальные выплаты, все, что сегодня, мы все будем урезать, вот, потому что денег нет, оказывается, потому что наша экономика оказывается, зависит от нефти. Оказывается, друзья, что без нефти и газа мы жить не можем. И 15 лет, когда были сверхдоходы, мы бла-бла-бла рассказывали, что мы делаем какие-то инновации. Мы построили какой-то инновационный центр Сколково, а мне интересно, я тут ехал, недавно, друзья, стоит указатель Сколково, и кто-то интересно пририсовал мягкий знак. И посмотрите, как интересно стало звучать, когда Сколково переинновалось в Скольково, то есть, сколько мы с этого будем, то сразу все встает на свои места. Понимаете, и что еще интересно, когда едешь в инновационный центр Сколково, там написано ворот, инновационный центр Сколково, а прямо написано тупик кладбища, понимаете. Это тоже настолько символично, я хотел это сфотографировать, но не успел проехать. Но поверьте мне, что это действительно выглядит таким образом. Поэтому, друзья, что сегодня очень важно, и мы сегодня увидели в той реалии, которая есть. Альтернатива энергетике, альтернатива нефти и газу есть. И об этом надо думать, делать, а не рассказывать, что все вырастет само собой, и инновации это какие-то непонятные или там сами собой развивающиеся вещи. Что есть люди, которые развивают, и такие, как Маск, которые успешны, добивающихся серьезных результатов. Он декларирует и показывает о том, что альтернативная энергетика для бытового использования уже реальность. И он запускает систему сегодня индивидуальной энергетики, и он ее обеспечит. И это очень здорово. И это действительно та новая экономика шестого технологического уклада, которая сегодня развивается. А мы с вами делаем еще более значимое утверждение, что все перемещение, которое будет проходить, это миллиарды тонн грузов и миллиарды пассажиров, оно будет проходить экологически чисто, без потребления невозобновляемых источников энергии. Это, друзья, еще более высокое утверждение. А когда мы это накладываем на то, что из любой точки Евразии, в любую точку Евразии вы будете перемещаться со скоростями близкие к самолету, то есть 500-600 км в час первым классом самолета, при этом бесплатно, то это тоже, друзья, наше утверждение, которое дает технология. Это так же, как мы с вами бы в 90-м году обсуждали, что будет общение по интернету со скайпом бесплатно. Как вы бы могли себе представить, что из 40 стран мира одновременно мы находимся в интернете и разговариваем, не платя при этом за телеканалы, за телефоны и так далее. Сегодня, друзья, это все реальность. Это все сделал реальным интернет. То, что сегодня делает шестой технологический уклад, это так же все становится реальным, построением сети транснет, построение технологическое. И самое главное, друзья, что мы с вами должны осознавать и делать, это создание новой экономики, не основанной на нефти и газе. Чтобы мы с вами каждый день не включали телевизор и не думали, что цена на нефть формируется, друзья, ни у кого нет иллюзий, что это спекулятивная цена. Цена, определяемая печатным станком Федеральной резервной системы, печатным столком, определяемым Евразийским Европейским Союзом, определяемая политикой взаимоотношения между штатами, как вчера господин Обама заявил о том, что штаты это единственный сегодня сверхдержава и единственный, который может диктовать свои условия в мире. Вот. То есть оказывается, что контроль, осуществляя над нефтью, газовыми ресурсами в мире, они позволяют себе осуществлять контроль над всей мировой цивилизацией. Так вот, друзья, можно сказать, наверное, это не так. Сама жизнь показывает, что это не так. МАСС показывает, что есть технологии для индивидуального жилья. Мы даем новую концепцию, новую технологию. Это индивидуальное перемещение, это быстрого экологического сегодня транспорта, это создание новых ниш в бизнесе, это новые экономики. И все это, друзья, без углеводородов. Это все, друзья, на восстанавливаемых источниках. И здесь я как раз могу сказать, что с МАССом мы действительно единомышленники. Тут даже встали вопрос, давайте с ним объединяться, давайте, друзья, зачем? Он занимается своим очень важным делом. То, что он делает гиперлуп еще, ну, это небольшой, небольшой, его технический эксперимент, ну, скажем так, поэкспериментирует, поймет, бросит, так сказать, дальше придет Skyway, куда ему деваться. Будет заниматься своими энергетическими установками и электромобильщиками. Ну, электромобильщики, они в ближайшем временем не выдержат конкуренцию с юнибайками, не выдержат конкуренцию с юнибусами, поэтому они отойдут и придет реально технология струнного транспорта, которую мы сегодня с вами создаем. Этому нет альтернативы. Вот, они, кто в это и не верит, друзья, технологически, вот, помните, год назад было очень много споров, прав юницкий, не прав, там еще обсуждались, особенно некоторые наши бывшие работники, которые там ушли, теперь утверждают, что они что-то делают, бла-бла-бла, много в интернете идет. Друзья, помните, как мы всегда, и я на своих вебинарах всегда говорил, что, друзья, мерило, это только полигон, это только демонстрация технологии, это только то, что можно показать, все остальное это болтовня. И мы с вами, друзья, ушли от болтовни, мы строим, делаем, показываем, и мы раньше, чем гиперлуп покажем свои струнные технологии, потому что первые, ну тут я вам не открываю таймер, потому что это юницкий еще показал, что в марте-апреле уже будут продемонстрированы первые юнибайки в Марьиной Горке. Соответственно, это начнется первая демонстрация несколько новой ниши для транспорта, которая сегодня не реализовывалась. И реально, вот мы тут недавно, буквально позавчера я вел большую такую научную конференцию для крупных инвесторов, любят послушать, что нас ожидает в ближайшее время. И когда я подвел о том, что Транснет это реальная сеть, и там будут находиться модули, в которых можно жить, и соответственно термин жить в сети станет абсолютно осязаемым и реальным, когда можно будет действительно в своем гостиничном номере или просто в своем жилом модуле перемещаться по всему миру и реально жить в сети. Это будет автономное такое жилье, перемещающееся со скоростью 500-600 км в час. То для многих это тоже вызвало шок. Но основное, друзья, что я могу сказать, вот что на таких серьезных бизнесменов сегодня производит впечатление, когда я делаю презентацию, у всех же сразу вопрос, а почему это нигде не делается, а почему это нигде не применяется. То есть я показываю вот эти две презентации, говорю, видите, гиперлуп уже делается, это одно, а второе, видите, альтернативная энергетика для жилья, так вот мы это делаем для транспорта. И второй вопрос, очень важный, который мы должны с вами понимать, что ту систему, которую мы создаем, она позволит осваивать новые месторождения, то есть самое главное, что придет редкоземельные металлы в оборот, а вся альтернативная энергетика, все, что связано с аккумуляторами, с накопителями, все, что связано с генерацией из электрических, из световых волн в электрические, то есть это преобразование света в электрическую энергию, это все редкоземельные металлы. И еще 15 лет назад я знаком с учеными, которые показывали мне технологию, которая позволяет один квадратный метр стекла, просто бытового стекла, на который определенным образом напыляются редкоземельные металлы, очень, там, один грамм стоит больше 200 тысяч долларов, поэтому такое стекло метр на метр на тот момент стоило бы около миллиона долларов. Так вот, этот квадратный метр стекла генерил 1 киловатт электроэнергии. То есть, представляете, если у вас стоит стекло 3 квадратных метра, значит, у вас 3 киловатта дает одно стекло. Если у вас 10 окон в доме, значит, вот у вас получается 30 киловатт. В среднем, для среднего такого хозяйства, индивидуального хозяйства, надо где-то от 10 до 15 киловатт. То есть, в принципе, такие стекла, в принципе, позволяют обеспечить электроэнергию, даже без кремниевых солнечных батарей, которые дает МАСК. Так вот, это все станет возможным, друзья, только освоением новых территорий, новых месторождений, редкоземельных металлов. А у нас как раз одна из первых программ, это Тамторское месторождение, это Попегайское месторождение, это Север Якутии, которое позволит именно дать это направление. И помимо того, что это даст новые стали, новые качества, новые свойства, которые сегодня нам даже не снились, это будет удешевление и увеличение качества металлоконструкции, которые мы будем использовать. И второе, это даст целое направление для энергетики, которая есть. Поэтому сегодня, друзья, еще вчера или позавчера, как вы, наверное, понимаете, я не мог себе позволить на вебинаре говорить о том, что, друзья, то, что сегодня происходит с нефтью, с газом, это сегодня благо для того, что есть. Почему я сейчас говорю благо? Друзья, я цитирую Владимира Владимировича Путина, который позавчера в статье немецкогазетам сказал, что снижение цен стимулирует развитие инноваций, стимулирует развитие страны и не позволяет сегодня залезать в карман будущим поколениям и не стимулирует тратить деньги на проедание вместо того, чтобы вкладывать их в развитие. Очень сказал хорошо. Поэтому, единственное, что надо добавить, друзья, мы это уже сделали и делаем, если им кажется, что это все впереди, опять надо сделать очередную, сколько-го, очередную венчурную государственный фонд, куда вложить еще 10, 20, 30 миллиардов долларов, а потом ждать какой-то результат или еще Велихову, этому шарлатану от науки отдать еще 20 миллиардов долларов, и он через 30 лет сделает холодный термояд, который он и так уже 20 лет делает и уже вложил туда не один десяток миллиардов долларов. Так вот, друзья, надо различать науку, шарлатанов, вот таких вот, так называемых чиновников или деятелей от науки и реальной наукой, которую сегодня делают. Так вот, я могу сказать, что Маск и Юницкий это те, кто делают реальную науку, это те, кто делают реальное производство. То, что мы сегодня с вами создаем, мы создаем с вами, друзья, реальную работу, мы создали краудинвестинговую систему, мы аккумулируем, канализируем средства и мы создаем то, что делают. А все остальные могут рассуждать, вы послушайте сегодняшних аналитиков, сегодня включаешь телевизор, я по мере того, что готовлюсь к вебинарам, я вынужден весь этот бред слушать по телевизору, хотя у меня желание все меньше и меньше включать этот аппарат, который называется телевизором, потому что ту ахинею, которую оттуда несут, ну, друзья, у меня уже просто, иногда просто не хватает сил, чтобы это слушать, но по мере работы иногда ходится. Так вот, я могу сказать, что конструктивных, реальных, серьезных вещей оттуда звучит все меньше и меньше. А сегодня, я так понимаю, с тем падением цены на нефть и с возможностью оперировать свободными деньгами у чиновников, как вы понимаете, я слово чиновник не люблю, вот этих вот бизнесменов от управления становится все меньше и меньше, у них возникает просто паника, они не знают, что делать, потому что они никогда к этому не готовились, они никогда не готовились управлять, они никогда не готовились что-либо создавать, они выросли и занимались последние 15 лет только тем, что сосали свою трубу и распределяли то, что она дает. Это время, друзья, закончилось и сейчас как раз подошло время, что сказать, друзья, может быть мы займемся чем-то другим, вот, но как показывает практика, что большинство этих деятелей ничем другим заниматься не умеют и наверное не хотят. Поэтому, друзья, это то, что касается сегодняшнего времени и я специально ждал этого времени, то есть мне очень давно хотелось это сказать, я ждал планку в 30 долларов за баррель нефти. Все, вчера эта планка была преодолена, сегодня я могу сказать, что по мере того, как она будет приближаться к 20, а потом к 10, паника у этих деятелей все будет хуже и хуже и они будут искать виноватых в ком угодно. Будут виноват президент Обама, будет виноват там, я не знаю, кто террористы в ИГИЛе, будет еще кто-то виноват, всегда будет кто-то виноват, кроме того, что чем они занимались в 15 лет. И у меня очень многим и лично к Медведеву, вы знаете, моя очень большую к нему любовь, придет время, я обязательно у него спрошу. Мы показывали тебе технологию в 2009 году и про тамтор рассказывали, и про все рассказывали. Что ты тогда сделал? И хитро заулыбался и сказал, а деньги-то найдете? Ну вот, а сейчас я могу вам сказать, деньги мы нашли без вас, без вашей помощи. Еще они нам сейчас мешать попытаются сделать. Так вот, друзья, и это мы тоже уберем. То есть, не будут они нам мешать. Пускай занимаются своими проблемами, которые у них сейчас будет возникать все больше и больше. А мы, друзья, будем заниматься своим любимым делом. Каким? Строй Skyway, спасай планету. Поэтому мы это делаем, мы спасаем, в отличие от всех остальных. Все, друзья, передаю слово Алексею, потом я небольшую завершающую часть, потому что сегодня, как вы понимаете, надо было связать несколько очень важных вещей. Это падение и коллапс, который наступает, это научный прорыв, который сегодня идет во всем мире и четко обозначить. Нам сегодня пытаются убедить, что, друзья, Россия и евразийское пространство выпало опять за пределы. Мы были за пределами интернета, теперь мы за пределами новой технологической эволюции. Так нет, друзья, это те, кто сидит на трубе, это их время прошло. А наше время, друзья, только пришло. Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дамы и господа новички, те, кто присутствовали на вводном вебинаре. На самом деле, для нас уже такой привычный режим начинается именно двойных вебинаров и уже даже не представляется как-то иначе. Я считаю, очень удачный режим. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Сегодня мы затронули тему. Я ее неоднократно на слайдах отражал. То есть, большая космическая технологическая гонка она уже давно началась. И те державы, которые смогут внедрить транспортного уровня в максимальном количестве мест по всему миру, они, соответственно, обретут не мировое господство, но очень хорошие макроэкономические показатели. И задел на будущее. Не просто там, допустим, на 10 лет, а на 50, может быть, 100 лет. И, собственно, вот технология, которую мы внедряем, сейчас все мы с вами внедряем, то есть, каждый из нас с вами, потому что каждый день кто-то рассказывает кому-то об этой технологии, кто-то помогает таким образом развитию проекта и иным образом проект не мог бы осуществляться. И, друзья, я могу сказать, что если бы, допустим, краудинвестинг возник бы, к примеру, в том же Hyperloop и был бы выбор Skyway или Hyperloop, то чисто технически я выбрал бы Skyway, потому что, когда я входил в технологию, я говорю именно про технологию, мне в тот момент было глубоко параллельно на проект. То есть, в тот момент хождения, я думаю, что многие из вас, и поставьте плюсики, у кого действительно такие вот схожие мнения, что многие из вас шли не на проект, а на технологию, что если бы была другая технология, то никто бы в проект не вошел. И я никогда не забуду вебинар вводный Анатолий Эдуардович Юницкого, он на канале Сергея Семенова еще расположен. Вебинар в маленьком окошечке там Анатолий Эдуардович Юницкий, я не могу описать словами, что я почувствовал, как вообще такая технология развивается в то время, когда мы с вами живем. И у нас есть замечательный, великий шанс, как вывести эту технологию, так и совершить огромный экономический скачок, огромный, так скажем, путь проделать на социальном лифте и стать кем мы хотим быть в этом современном мире, в этом современном обществе. И если бы это все развивалось с помощью краудинвестинга, также пытались бы вначале привлекать сетевиков, но технологией была бы Hyperloop, я бы туда не вошел, потому что, друзья, мне не хочется перемещаться на самом деле в вакуумной трубе, это тоже на конференциях всегда говорю, когда спрашивают про Hyperloop, и Анатолий Эдуардович Юницкий неоднократно упоминал, что вот эти концепты, которые они рисуют, что относительно не толстая дверь Hyperloop, ну, это бред. Вот кто технологически понимает, понимает, что сама дверь, она будет значительно более толстая, чем у современных самолетов. Можете обратить внимание, когда садите в самолет, какой толщины дверь и вообще корпус самолета. И у Hyperloop либо какие-то инновационные материалы должны использоваться, либо технологии, которые сейчас не используются, но на сегодняшний день невозможно сделать вот в таком тонком корпусе, соответственно, я не хотел бы на самом деле перемещаться в вакуумной трубе с большим риском для моего здоровья, что произойдет утечка, соответственно, элементарно кровь может закипеть у всех пассажиров. Это никому абсолютно не нужно и в первую очередь у транспорта должна играть роль безопасность. И что говорить про стоимость, то есть против наших 2-7 миллионов это суперсложный рельеф, высокоскоростная трасса и так далее. Ну, с учетом глобальных показателей изменения мировой экономики может быть до 10 дойдет, но против 35 миллионов Hyperloop я думаю, что сравнение просто оно не особо корректное по стоимости. И просто вот Элон Маск, этот современный железный человек именно вот США и мирового уровня, он изобрел вот этот концепт после того как собственно не после того, а еще до него Анатолий Эдуардович Юницкий исследовал вот эту технологию вакуумного транспорта и пришел именно к струнному транспорту. То есть начиналось все как раз таки с исследований, с экспериментов в вакуумной трубе. И в вакуумной трубе да, можно перемещать, ну ни в коем случае абсолютно не так скажем живых существ нет, людей, не даже животных. То есть карго направление, то есть фрейд, перемещение грузов, товаров, да, возможно, реально, но перемещение людей, ну собственно тут я бы поспорил. И на самом деле сейчас вот то, что сформировано за год, сейчас на самом деле уже достигнуты те результаты, которые невозможно отрицать. И вот в чате я считаю, что много пафоса про Hyperloop и так далее. Но это не пафос, это констатация факта. Друзья, просто съездите на Марину горку. Вот на днях ездила очень мощный лидер многих проектов и так далее. Ну участница моей первой линии. и я думаю эту девушку мы неоднократно увидим на вебинарах. И она долго не могла принять для себя, поверить, что да, действительно, с помощью такого метода развития развивается наша корпорация, да, уже более четырех этажей занято в научно-производственном конструкторском предприятии. Да, там находится Анатолий Эдуардович Ницкий, Виктор Бабурин, что это непостановочные какие-то видео, которые вы можете найти на канале. И самые сомнения такие вот закоренелые абсолютно исчезают, испаряются, когда человек попадает на Марину горку. И, друзья, те, кто сомневается, я рекомендую вам разобраться и вообще проанализировать даже развитие за этот год, что было сделано в Skyway, что было сделано в Hyperloop. Конечно, у них тоже огромный труд и титанический труд. И мы не скрываем это гонка. Это большая технологическая гонка. Та технология, которая получит первое внедрение. То есть Hyperloop тоже, кстати, не дошли до того, что будет именно легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт. То есть Hyperloop переходит дорогу как раз-таки гигантам транснациональным корпорациям транспортным. И будут препоны, будут проблемы при внедрении. Я не уверен, что есть стратегия именно входа в рынок без конкуренции и без борьбы. Но это, если говорить про Hyperloop, может быть так вот получилось со стороны для новичков особенно. Те, кто слышал про Hyperloop и на Forbes писали, на РБК писали про Hyperloop. Ну собственно про Skyway долго очень не писали. есть нас считали может быть там типа пирамиды и так далее, что мы еще не начали не то, что ничего строить, мы даже землю не получили еще год назад. Но сейчас уже демонстрация сертификации близится, то есть это лето осень 2016 года. Еще я хотел бы всем напомнить то, что мы заложили в Испании неоднократно тоже на вебинарах после Испании первой европейской такой конференции мощной. Мы заложили, причем единогласно мы сошлись на дате 26.02.16, что это получение первых капитализаций и получение первых не то, что может быть прибыли, но обозримых и ощутимых результатов от адресных проектов. И я могу привести сравнение с договоренностями по Ирландии, которые ведет и курирует Арманд Мурникс. Собственно, Арманд сообщил, что договоренности уже установлены конкретные, через 2-3 недели он поедет заключать договор уже конкретный, сейчас подготовлено меморандум о сотрудничестве и соглашении о намерениях и уже прорабатывается конкретная трассировка в Ирландии. То есть в Дублине, в одном из парков и как раз таки как только будет там построена первая трасса на 1-2 километра в Ирландии это туристический регион, я анализировал смотрел эту страну очень многое зависит в том числе от туризма и у Англии кстати тоже туристический потенциал очень высокий. Ну что говорить про Россию друзья. И соответственно сеть транснет начнет развиваться с 1-2 километров в Ирландии она начнет так же быстро разрастаться как когда-то разрастался интернет. и всегда мы приводим сравнение с оптоволоконными сетями то есть которых уже десятки миллионов километров зарыто под нашими ногами собственно в России в зарубежных странах и сегодня мы можем сказать что невозможно было поверить что такие будут результаты достигнуты так кто-то трогает презентацию что такие результаты будут достигнуты но они уже достигнуты и как раз таки тот кризис который сейчас у нас не только в России но и такие страны как Венесуэла такие проблемные зоны транспорта как Вьетнам Ханой Хашимин естественно такие вот уже более глобальные проекты как кольцевая дорога вокруг Австралии это уже подтвердил Родхук эффективность нашей технологии нашего транспорта это уже доказанные вещи и сейчас мы уже находимся на пороге на этапе преддемонстрации предсертификации и друзья я могу сказать что в любой момент в 2016 году на каждом вебинаре мы это будем повторять это абсолютно такое правильное суждение и вы можете смело рассказывать об этом новичкам тем людям которые уже полгода наблюдают есть опыты и примеры мощные лидеры бизнесов традиционных бизнесов так и сетевых направлений наблюдали год наблюдали полтора года и только сейчас они присоединяются когда они получили для себя ответы вопросы но собственно многие на самом деле будут присоединяться сейчас потому что я наблюдаю за тенденциями вообще вот в интернет бизнесе как и Россия СНГ так и международном на самом деле немногие компании задерживаются на рынке я не говорю про таких гигантов матерых как Амвей Гербалайф но они также страдают из-за курса доллара и соответственно сейчас когда мы уже воплощаем все в железе и скоро это все поедет уже лето осень 2016 года абсолютно объективно можем говорить что закрытие финансирования возможного финансирования и получение соответственно сверхприбыли может произойти в любой момент 2016 года об этом не предполагают даже сами крупные инвесторы которые наблюдают и кто-то из них закроет я думаю очень серьезные переговоры и как раз таки вследствие этого может быть резкое увеличение финансирования либо вообще закрытие это договоренности с Австралией там очень серьезные проекты более десятка проектов только по грузовому направлению то есть это освоение месторождений и так далее и такие проекты сейчас дублицируются устанавливаются новые контакты постоянно как головной компании так и собственно каждый из вас также кто заинтересован в инициации продвижения адресных проектов думает над этим не просто думает а договаривается ищет выходы на чиновников на лоббистов прорабатывает конкретные бизнес планы так и в головной компании так и естественно отдел адресных проектов то есть потихоньку помаленьку но вот на прошлом вебинаре который я провел полностью в одиночестве так скажем без Сергея Анатольевича Сибирякова я там осветил адресные проекты можете посмотреть его в записи то есть это вебинар от прошлой недели вечерней там более подробно наиболее подробно я осветил те проекты которые уже были инициированы и то ли еще будет дамы и господа на самом деле на мой взгляд только адресных проектов с юнибайками то есть это легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт их будет на сотни миллионов долларов на сотни миллионов долларов и соответственно это будет капитализация это будут будущие дивиденды так скажем международные группы компании Skyway это будут личные новые бизнесы инициаторов адресных проектов это будет очень серьезные серьезные прибыли от капиталовложений средних и крупных инвесторов которые будут инвестировать в это адресные проекты потому что когда все станет уже максимально очевидным сейчас это уже очевидно но когда все станет максимально очевидным когда поедут первые юнибайки друзья начнется можно сказать эпоха транснет эпоха Skyway эпоха струнной технологии и соответственно развитие просто не пойдет а полетит и соответственно полетим мы в 2017 году уже со скоростями 500-600 километров в час то есть это скорость сравнимая со среднемагистральной авиацией и сейчас с каждым днем развитие действительно улучшается увеличивается уже есть возможность кстати вот для тех кто только присоединился вы можете зайти в личный кабинет вам человек который вас пригласил расскажет что такое рассрочка но даже вот такой этап настал что люди готовы инвестировать действительно ежемесячно в Skyway определенную сумму и это тот факт которым могут похвастаться немногие компании на самом деле то есть этот факт который говорит об уверенности в компании и о не побоюсь этого слова гражданской позиции вот Сергея Анатольевича меня всех тех кто причастен к нашей с вами любимой родине России выводу страны из кризиса и это именно гражданская позиция и друзья заканчивая свое выступление говорить можно можно много но помните одно точнее две вещи что никто кроме нас и финансирование корневой технологии может быть в 2016 году закрыто в любой момент этому говорят все факты и собственно есть все доказательства решать думать какую сумму инвестировать инвестировать или нет может быть наблюдать это каждого права но пропустив оброждение биткоина когда может было тысячи процентов прибыли получить у меня были на тот момент свободные деньги я не мог себе позволить вообще разобравшись технологии входя в технологию не инвестировать сразу же в эту технологию что я и сделал в 2014 году и сейчас регулярно делаю чего собственно и всем желаю разобраться принять осознать и инвестировать помогать проекту благодарю за внимание с вами Алексей Сергей Анатольевич вам слово спасибо лично ну вот друзья сегодня видите у нас начинается такая рутинная работа то есть с точки зрения развития экономической ситуации анализа то есть еще со следующего вебинара мы введем еще одну такую рубрику обязательно будем освещать несколько таких серьезных выступлений и статей которые сейчас идут ну тут я уже упомянул сейчас что более серьезно можно освещать как два выступления Путина которые сейчас прошли выступления министра финансов о секвестре который идет ну дальше там ссылками со статьями то есть будем такой подить как бы анализ официальных заявлений которые сейчас делаются поэтому друзья еще два вопроса которые мы обозначали которые сегодня хотели бы сделать то есть вот по земле у нас естественно всегда будут много вопросов мы будем этому много уделять потому что тоже очень интересная тенденция такая сейчас идет Путин инициировал запустил этот проект то есть Госдума приняла закон он вступил в действие с 1 января начинается прием заявок правительства мы отрабатываем сейчас логику где будет трассировка где мы будем рекомендовать заявлять на эту землю соответственно этот процесс второе сейчас активнейшим образом нарастает критика этого закона этой инициации именно направление по золотому опять же золотой гектар России друзья это наш термин везде сказано просто гектар на одного жителя на одного жителя России на Дальнем Востоке самое интересное что на прошлой неделе вот от кого я меньше всего бы ожидал такое выступление выступил на этот предмет Кудрин Алексей Леонидович по поводу того что без инфраструктуры без поддержки государства это попахивает афера и тот кто взял эту землю они обречены на то что они ничего на этой земле не сделают и выполнить требования закона они не смогут и таким образом он как бы очень резко поставил вопрос что без инфраструктуры это афера и если бы друзья мы с вами не занимались то что мы делаем и не предлагали брать эту землю вдоль инфраструктурной трассы которая является информационным технологическим транспортом и энергетическим проводником соответственно это все что перемещает информацию энергию и пассажиров и грузы то есть это все транснет то действительно это могла бы быть афера но так как мы предлагаем брать землю именно в тех проектируемых трассах которые все это объединят то получается что мы этот закон наполнили именно содержанием и я уж не говорю про мысль что что бы было вообще с этим законом и с этим развитием без транснета и скайвея но это друзья из разряда строй скайвей спасай Россию потому что действительно сейчас чем дальше тем больше ответов будет таких что а что бы вы делали если бы нас не было вот но вот в данном случае такой вопрос поэтому по мы еще подготовим специализированный вебинар уже со всеми вопросами по земле которые сейчас есть просто для сегодняшнего приятия могу сказать что друзья никакой спешки нет закон по выделению земли работает с 1 мая то есть до 1 мая мы с вами обсудим и покажем где трассировки где мы вам рекомендуем брать землю каким процедурам это все оформлять как это все происходит и как делать заявку и как правительство будет вам выделять это все друзья плановая работа и ничего здесь как бы такого сверхъестественного или хватай мешки вокзал отходит нет поэтому мы сейчас запускаем целую серию еще дополнительной работы связанной с тем чтобы объяснять людям чтобы каждый из вас задал вопрос там своим друзьям соседям коллегам по работе слышали ли вы о проекте золотой гектар земли и собираетесь в нем участвовать и естественно что в 99 и 9 процентов случаев вы ответите что если и слышали то участвовать не собираемся поэтому здесь друзья я могу сказать что вот я провожу сейчас такие следственные эксперименты провожу специально работу и с крупными бизнесменами и с простыми людьми которые от инвестиций и от чего-либо довольно таки далеко обстоят я как раз задаю вопрос и моя задача до минимума сводить времени до того чтобы человек сказал да я хочу поучаствовать и заявиться на землю то есть это конечно не как у Армонда презентация за 29 секунд но в принципе за 10-15 минут вот я сейчас могу в принципе обосновать любому человеку что ему необходимо брать эту землю и я думаю что к этому мы будем дальше и вас подключать и делать и регистрацию на то чтобы люди заявлялись на землю и получали эту землю я думаю надо делать просто обязательно потому что глупо отказываться от таких вещей которые сходятся один раз ну тут даже не в 100 не в 200 а вообще только первый раз когда государство хочет отдать землю для запуска ее в экономический оборот а здесь подходит технология по принципу краудинвестингового финансирования которая может эту землю сделать очень востребованной и инфраструктурно введенной в экономический оборот такого еще никогда не было единственное похожее условие это освоение дикого запада в начале 19 века в Соединенных Штатах когда точнее конец 18-го да начало 19-го когда раздавали по 30-40 гектар на семью и потом там проходила железная дорога и земля становилась дико дорогой и помните по очень многим там описаниям там вот этим популярным вестернам когда происходили разборки из-за этой земли там сжигали целые города ну там поселки и так далее потому что так как это дикий запад то система распределения была всеобщая а земля включалась потом в железную дорогу очень небольшими участками как раз за эту землю были целые войны и про это написано там не один там исторических и множественных романов то есть это очень серьезная такая тема была но она исторически напоминает но экономически сегодня она совсем находится в другой параллели потому что у нас государство дает землю для граждан которые готовы взять на себя обязательства по ее освоению и вовлечению в экономический оборот а граждане которые берут эту землю то есть мы с вами мы знаем о том что технология которая позволит ее освоить уже готова и она сегодня входит в нашу жизнь поэтому фактически мы с вами обладаем определенным инсайдом хотя этот инсайд открыт для всех мы об этой технологии рассказываем всем и землю предлагаем взять всем но инсайд заключается в том что не все люди могут в это поверить и участвовать в этом проекте я могу сказать что через какое-то время будет очень большое количество людей которые будут жалеть и кусать себе локти за то что у них был такой шанс им надо было просто нажать две кнопки зайти зарегистрироваться и получить эти землю но они этого не сделали потому что это друзья не бесконечный период и где-то март-апрель этого года скорее всего земля которая пойдет она будет уже вся заявлена по тем трассам которые будут проходить поэтому друзья мы тоже еще подробно будем об этом говорить постоянно потому что это тема которая всех волнует это тема особенно для новичков которые входят они пытаются понять каким образом проект рунных технологий Юницкого и проект Путина по освоению Дальнего Востока раздачу земля они между собой связаны вот мы друзья будем на эту тему еще специально проводить темы и обсуждать и делать и вообще это будет основной нашей работой до мая месяца когда именно пойдет уже регистрация и естественно что мы просто рекомендуем настоятельно рекомендуем члены нашего проекта уже участники проекта значит они в обязательном порядке заявлялись чтобы родственники и все кто близок друзей и знакомых тоже в обязательном порядке это делали а дальше уже по привлечению дополнительных людей которые будут делать это тоже необходимо реализовывать тем более что у нас с января начинается еще одна программа будет бонусная программа что за тех кто приходит в проект ему будет даваться очень серьезная премия изначально в акциях а каждый кто приводит плюс ко всем премиям которые идут будет еще и дополнительный стимулирующий пакет это также будет где-то с конца января поэтому друзья объединив три направления которые сегодня движутся активно это земля это проект Skyway который делает эту землю золотой и соответственно Марьина Горка которая демонстрирует технологию и показывает что все это реально и работает и еще одна демонстрационная вещь это запуск адресных проектов которые начнут уже в этом году элементы технологии Skyway демонстрировать хоть они будут и в легком виде хоть они будут и в спортивно-экскурсионном они именно в транспортном исполнении друзья технология Skyway это ее вход это ее возможности это ее развитие и соответственно дальше концепцию которую я просто не могу тоже это не сказать потому что перед Новым годом тот шок который произвел там на меня и думаю на всех это демонстрация и показ Юнибусов участие уже можно в заказе Юнибусов и той концепции транспорта которая сегодня закладывается когда на своем личном Юнибусе и Юнибайке который стоит у вас в гараже который стоит меньше 1000 долларов можно путешествовать по всему миру с комфортом первого класса самолета это конечно друзья для меня было настолько новое и сколько Юницкого не знаю это более 15 лет он не перестает все равно удивлять техническими решениями которые действительно сегодня открывают новые горизонты ну а дальше я говорю у нас появляются такие союзники и с теми с кем мы реализуем и ставим цели такие как Маск который уже имеет ряд реализованных проектов и сегодня мы фактически действуем в одном направлении поэтому друзья здесь можно сказать что в этом направлении и с технической и с точки зрения продвижения проекта все движется очень активно значит в завершение буквально 3-5 минут друзья мы в понедельник провели такую большую встречу у нас не так часто бывало когда заткнулась комната то есть на 1000 участников и многие не могли зайти то есть это показало что тема перевода акций и обязательств фонда Skyway Invest Group в РСВ то есть в головную компанию она очень востребована очень интересна и почему-то получилось так что из этого попытались и в чатах и на самом этом вебинаре сделать даже определенный какой-то ажиотаж вот я выступал там в конце после всех выступающих юристов и с технической нашей точки кто делает IT сопровождение друзья я говорил и сейчас просто буквально коротенько хотел бы еще раз донести позицию свою и фонда что никакой никакого ажиотажа никакого срочности в этом процессе нет что перевод обязательств обязательно должен был происходить и мы его планировали сделать и в момент IPO и со временем развития потом мы с Анатолием Дуначевым обговорили что раз в год можно менять обязательства но после встречи 25 октября в Москве по такому взаимному взаимной договоренности особенно с учетом того что набирает работу и свою свою нишу Skyway Capital вот которые передают раз в три месяца а сейчас по-моему даже раз в месяц свой реестр в головную компанию мы также начали это делать и сейчас отрабатываем момент что каждый желающий кто хочет чтобы он был исключен из реестра обязательств Skyway Invest Group именно инвестиционов фонда и внесен в реестр акционеров Евразийн Рейл Skyway Холдинг то это можно сделать и мы сейчас отрабатываем и просим вот единственный как бы вопрос к чему мы просим подойти с пониманием это к технической части что когда мы начали делать и переносить именно акционеров и сравнивать количество акций обязательств чтобы ничего не было не потеряно не учтено то с точки зрения техники это оказался не совсем простой вопрос и он дорабатывается вот сейчас уже специалистами и буквально с конца января это пойдет то есть это уже сегодня работает но могут возникать ряд технических сбоев и что дает перевод акций друзья вот с точки зрения обязательств это лично ваш комфорт и как говорил Юницкий на конференции что мы постоянно совершенствуем юридическую систему для вашей защищенности так и мы тоже как фонд говорим что с точки зрения количества акций количество обязательств или там еще каких-то преференций это все одно и то же мы сегодня с точки зрения обязательств именно количественного держания мы как инвестиционная группа и как юридическое лицо созданное для создания краудинвестинговой системы и привлечения инвесторов мы естественно создаем свои стимулы и то что мы делаем мы предлагаем ряд дополнительных условий по обучению мы предлагаем ряд дополнительных условий по юридической защите мы даем ряд преимуществ по работе с адресными проектами это то мы нарабатываем и мы как директора можем предложить тем кто сегодня работает через Skyway Invest Group но с точки зрения защищенности потому что вы же понимаете что венчурный проект и мы с вами можем претендовать или делать или участвовать в развитии проекта когда он развивается и когда он работает то есть другими словами когда технология начинает капитализироваться во всех противных случаях вот Арманд на вебинаре неделю назад показывал что у него есть десятки венчурных обязательств которые он набирал в разных компаниях которые уже прекратили свое существование как венчурные проекты они уже закрылись это риск друзья вся процедура закончилась в этом плане я могу сказать что друзья не важно какие обязательства вы имеете если проект не стартует и не идет то эти обязательства так и останутся неосуществимыми другое дело что при запуске проекта когда он пойдет вот чтобы в этот момент вы чувствовали себя защищенными и понимали что проект развивается начинаются выплачиваться дивиденды и вы защищены с точки зрения обязательств которые перед вами есть вот это как раз работа и постоянно ведется совершенствуется и она делается реестродержателями по британскому праву мы это делаем сегодня еще плюс дополнительно через потребительское общество Евразия плюс к этому есть дополнительные гарантии которые выдает Skyway Invest Group как инвестиционная группа именно с теми директорами которые есть естественно что друзья весь этот бизнес и вся эта работа строится только на доверии она строится только на том что вам комфортно работать поэтому здесь я могу сказать что вся наша команда именно команда Skyway и Антон Довальевич Юницкий и Виктор Бабурин и Skyway Capital и наша вся команда мы представляем вам информацию вы сами должны выбирать что для вас наиболее комфортно сегодня вот этот ажиотаж он к сожалению пошел в большей степени из того что многие люди кто-то по непониманию начинает поднимать вот эту волну и вводить негатив кто-то специально для того чтобы ввести смуту в проект и для того чтобы ввести кто-то из какой-то ревности исходя из того что считает себя обиженным или еще то есть тут трудно сказать друзья много факторов которые а еще очень серьезный фактор который с чем мы столкнулись и мы тоже друзья это будем показывать и говорить что многие люди не многие а определенные некоторые участники которые декларируют что они за развитие проекта которые говорят что мы помогаем и на деле пытаясь что-либо показать изобразить что они делают полезное в проекте на самом деле начинают вредить и реально мешать проекту опять же из каких целей может быть это работает за деньги конкурентов может быть это просто зависть а может быть это целенаправленное то что человек не хочет чтобы ту технологию которую мы продвигаем вошла очень много аргументов но мы столкнулись уже с рядом случаев когда люди сознательно работают против и сознательно придят проекту из каких-то своих соображений мы будем это рассказывать об этих людях будем показывать вот когда это все будет очевидно и явно и более того с некоторыми такими людьми у нас уже будут возникать и юридические отношения когда мы будем судиться где-то мы будем выносить такую полемику в публичную плоскость чтобы люди которые пытаются поднять такую волну чтобы они высказывали это все публично и доводили свои аргументы но цель наша друзья это одна это защищенность и чтобы у вас был полный комфорт именно для себя с точки зрения участвования в проекте поэтому если вам комфортнее и вы хотите войти и работать напрямую с компанией Евразия Нрейл Скайвей Холдинг вы можете работать так если вам комфортно работать со Скайвей Капиталом пожалуйста работайте для этого и создан этот ряд инструментов но мы как команда именно Скайвей Инвест Групп как команда директоров которые стояли у истоков создания краудинвестинговой системы сегодня мы ставим задачу это привлечение в ближайшие там 3-5 месяцев миллиона человек до конца года 5 миллионов человек это большая работа сложная работа по доведению информации работа с большим количеством людей работа с большими базами данных это все соответственно требует определенной структуры системы которую мы реализуем поэтому если вам комфортно работать Скайвей Инвест Групп с нашей командой пожалуйста милости просим и для этого мы даем определенные ну скажем там не преференции а то что именно нашей группой наработано и что вы можете получить того чего нет в других структурах это естественно и в этом наверное заключается логика нескольких систем и нескольких привлечений в проект Скайвей потому что когда нас были сначала сот тысяч и потом десятки тысяч человек это была одна работа когда стали сотни тысяч а теперь мы приходим к миллионам людей это совсем другая работа она требует индивидуального подхода она требует специализации чтобы кто-то специализировался на европейских партнерах кто-то на крупных которые могут инвестировать сотни десятки тысяч долларов кто-то там тысячи а кто-то может быть там 10 15 100 долларов это тоже определенная работа это определенная категория людей для проекта Скайвей все категории важны и только общая синергия может дать результат это я друзья останавливаясь на том вопросе потому что очень сильно сейчас эта волна идет очень она как бы там и мне много пишут в личную почту и здесь друзья вы всегда вот то что и на вебинаре Ира Ральцева говорила и потом Андрей Хавратов говорил Виктор Бабурин вот я в завершении говорю друзья если вы в чем-то сомневаетесь или что-то не знаете то лучше не делать никаких действий разберитесь получите всю информацию только после этого предпринимайте какие-то действия мы соответственно создаем все условия что кто хочет а возник ряд таких людей которые стали угрожать нам уже и судами и заявлениями правоохранительные органы почему мы не переводим свои акции и обязательства фонда в обязательства в РСВ поэтому здесь друзья я считаю это не то что необоснованный шантаж а это пустая ну скажем так работа но тем не менее она проводилась и она делалась поэтому возможность всем желающим переоформить и быть в реестре Евразин Рейл Skyway она будет не то что сохраняться она будет делаться мы ее доведем до абсолютного автоматизма когда неважно через какую структуру или через какую вы пришли в какой-либо из фондов вы всегда будете в реестре акционеров в головной компании которая несет основные обязательства и именно обязательства которых покрыты интеллектуальной собственностью и личными обязательствами инженера Юницкого потому что все что мы с вами делаем друзья мы капитализируем и создаем интеллектуальную собственность которая нарабатывалась десятки лет и соответственно при запуске и использовании этой технологии будет капитализация наших инвестиций которые мы сегодня позволяем себе сделать именно в венчурной стадии так головная компания так ну все давайте друзья на эту тему мы еще специально то есть мы будем на эту тему обязательно касаться каждый понедельник когда будут идти работы и по потребительскому обществу и конкретно по инвестиционной активности то есть ее ведут все директора там и Дмитрий Счастливый и Андрей Хавратов вот там бывает моя очередь когда я веду эти встречи по понедельникам Андрей проводит это и по вторникам и по четвергам мы с Алексеем будем это всегда затрагивать и отвечать на основные вопросы которые будут возникать по средам с Алексеем то есть в 12 для новичков естественно эти темы не обсуждаются это в 13 часов для тех кто уже в проекте и вечером в 19 часов для новичков в 20 часов наш традиционный вебинар ну вот друзья я думаю что на сегодня мы с вами очень плодотворно поработали вот очередной скажем так взгляд очередной шаг в сторону Skyway и реализации нами сделан но самое главное друзья чтобы у вас было четкое понимание мы все заняты одним делом мы объединяем и усилия объединяем мир объединяем людей для реализации проекта Skyway Skyway может быть реализован только общими нашими усилиями и только общей работой может быть капитализирована те обязательства которые сегодня мы с вами создаем как венчурный пакет венчурный капитал для того чтобы дальше можно было им пользоваться естественно что сегодня нами движет не только желание капитализировать то что есть но и те перспективы и те возможности которые открывает общая программа Skyway перед каждым из нас перед каждой семьей перед каждым городом страной и человечеством в целом поэтому это друзья большое дело мы с вами все в нем участвуем и наша задача привлекать все больше и больше количество людей чтобы они входили в этот проект потому что еще раз говорим и акцентируем на этом внимание что на сегодняшний момент проект развивается только за счет крауд инвестинга за счет прихода небольших инвесторов которые позволяют небольшими суммами позволить себе рисковать для реализации этого проекта и мы готовим доказательную базу и основания для того чтобы сюда приходили уже потом крупные игроки приходили крупные инвесторы крупные заказчики для того чтобы дальше уже строить и делать реализовать и для нас задача мы взяли на себя самую трудную ношу самую такую тяжелую и рискованную с инвестиционной точки зрения часть войти в проект и поддержать и инвестировать когда он еще первое не очевиден когда он вызывает много сомнений и не все специалисты его предвигают но друзья взамен этого мы с вами претендуем на высокие венчурные премии которые за это мы заслуживаем и я думаю друзья что это абсолютно справедливо потому что тот кто больше рискует тот кто входил полтора года назад год назад полгода назад это совсем другое чем входить даже сегодня и дисконты которые сегодня вы видите что перед новым годом была акция дисконт 1 к 600 это венчурная премия которая определялась на каждый вложенный рубль доллар сегодня это уже от 150 до 300 зависимости это друзья абсолютно справедливо потому что риски которые были раньше и сейчас они не сопоставимы а после демонстрации марта апреля потом июня потом октября риски будут снижаться до нуля вот тогда друзья как раз появятся крупные игроки а мы с вами уже будем пожинать плоды той работы которую мы с вами сделали за эти два года вот надеюсь друзья что на многие вопросы которые возникли я ответил естественно на все 100% ответить вопросы невозможно поэтому будем по мере их накопления по мере увеличения количества участников будем отвечать делать двигаться ну и друзья цель естественно у нас одна это строй Skyway спасай Россию потому что без этого двигаться нам дальше просто будет невозможно ну а как говорит Михаил Кориченко теперь это уже классика строй Skyway спасай планету это общая цель потому что мы очень быстро выйдем за границы просто даже одного государства даже одного континента потому что Skyway это проект общий так же как интернет убрал информационные границы так же Transnet уберет все границы между людьми между государствами соответственно уберет те проблемы из-за которых мы сегодня кажем кажется что они нерешаемы все это друзья в ближайшее время останется в прошлом и именно технологии именно технологическое развитие решит все эти проблемы все друзья давайте кто будет с нами в 19 и в 20 часов то до вечера а с остальными прощаюсь в следующей неделе 12 часов новички 13 часов для Сибири и Дальнего Востока соответственно друзья движемся строим и наш экономический ковчег только в наших руках друзья всего доброго надо домой вода Субтитры сделал DimaTorzok